ПАДЕНИЕ ДУШИ 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 Душа никак не связана с телом. Мы можем в этом легко убедиться. Тело проходит через ряд изменений, а затем умирает. Но я, но я остаюсь тем же самым. Мысль о том, что мы связаны с телом, появляется из-за влияния иллюзорной энергии Кришны. Эта энергия вступает в действие, когда мы забываем о Кришне. Иными словами, наше ложное отождествление себя с телом – следствие того, что мы забыли о Господе. Мы хотели забыть Кришну, покинуть Его, чтобы наслаждаться материальным миром. И Кришна предоставил нам такую возможность. Например, если вы играете в спектакли и действительно ощущаете себя царем, вы сможете сыграть очень хорошо. Но если вы думаете «Я Карантхара» – имя одного из присутствующих учеников Шрилы Прабхупады, вы не сможете убедительно сыграть царя. Вы должны ощущать себя царем. Если вы играете роль царя, вы должны верить в то, что вы царь, иметь силу духа царя. Вы должны забыть о том, что вы Карантхара. Тогда вы сыграете очень хорошо. И зрители это оценят. Но если вы думаете «Я Карантхара играю роль царя», ваша игра не будет достаточно убедительной. Итак, поскольку вы хотели играть роль Кришны, Верховного Наслаждающегося Кришна дал нам такую возможность. Почувствуйте себя мной. Это чувство «Я Повелитель», «Я Царь», «Я Кришна», «Я Бог» создано Кришной. Ладно, если вы хотите играть роль царя, я научу вас. Задача режиссера заключается в том, чтобы вы прочувствовали роль. Однажды в молодости я играл Адвайту Ачарью в пьесе о Господе Чайтанье. Наш постановщик, Амритлал Бозе, все время твердил мне «Почувствуй себя Адвайта Ачарьей». Благодаря его усилиям мне удалось так хорошо сыграть эту роль, что все зрители в зале плакали. Хотя сама пьеса была довольно поверхностной, она произвела сильное впечатление на публику. Точно так же у нас нет ничего общего с материальным миром. Но иллюзорная энергия приучила нас думать. «Я индиец, я американец, я интеллектуал, я простой рабочий, я то, я это, я должен делать то-то. У меня столько обязанностей». Все это различные виды иллюзий. Мы не имеем ничего общего со всей этой чепухой, но относимся к ней очень серьезно. Я должен действовать вот таким образом. Я то или это. Здесь объясняется «Атмама ямрити раджан парасья нубха в атманах». Если бы не влияние энергии Верховной Личности Бога, зачем было бы душе, обладающей чистым сознанием, связывать себя с материальным телом? Во сне человек может закричать «Тигр! Тигр!». Если рядом находится кто-то бодрствующий, он удивится. «Какой тигр? Чего ты кричишь?». Однако спящий действительно убежден в том, что на него напал тигр. В этом стихе приводится пример сна. Нагатя-тартха-самба-дхах, свапнадра-штур-иванджаса. Невозможно объяснить связь души с телом иначе, как уподобить ее сну, в котором человек создает воображаемую ситуацию. Ему снится тигр, он испытывает страх. На самом деле бояться нечего. Никакого тигра нет. Это всего лишь сон. Точно так же мы создали материальный мир и материальную деятельность. Люди постоянно поглощены суетой. «О, я управляющий! Я владелец завода! Я то, я это! Мы знаем его политику! Нам нужно обойти конкурентов!» Все это подобно сну. Свапнадра-штур-иванджаса. Итак, если кто-то спрашивает, когда мы соприкоснулись с материальной природой, ответ состоит в том, что мы с ней не соприкасались. «Под влиянием внешней энергии мы лишь думаем, что связано с ней. В действительности мы не падали. Мы не можем пасть. Мы лишь создали ситуацию, в которой мы думаем, будто пали. На самом деле эту ситуацию создал Кришна. Мы хотели подражать ему, и он дал нам такую возможность. Хотите подражать мне? Хотите изображать царя на сцене? Почувствуйте себя царем. Люди будут вам аплодировать. «О, какой хороший царь! Каждый в материальном мире хочет играть какую-то роль. Я хочу быть премьер-министром. Я хочу быть крупным магнатом. Я хочу быть начальником. Я хочу быть философом. Я хочу быть ученым. Люди пытаются играть эти роли, а Кришна предоставляет им такую возможность. Хорошо. Играйте. Однако все эти роли бессмыслятся. Просто сон. Как только вы просыпаетесь, все, что было во сне, исчезает. Нет никакого тигра, никаких джунглей. Точно так же, пока существует тело, душа может думать. Я важный начальник. Я то, я это. Но когда телу приходит конец, все эти представления исчезают. Шри Кришна говорит «Мритьюх сарва хараш чахам». Я всепоглощающая смерть. Подумайте о своей прошлой жизни. Представьте, что вы были царем или кем-то вроде того. На основании Бригу Самхиты было установлено, что в прошлой жизни я был известным врачом, с безупречным характером и не совершил ни единого греха. Не знаю. Может быть и так. Но я об этом ничего не помню. Что же мы знаем? Я мог быть известным врачом с хорошей практикой, но где все это сейчас? Все ушло в небытие. Наша связь с материей подобна сну. Мы не падали, поэтому в любой момент мы можем восстановить свое сознание Кришны. Мы обретем освобождение, как только поймем. Я не имею ничего общего с материей. Я не имею ничего общего с материей. Я просто вечный слуга Кришны. Порой, когда кошмар становится невыносим, мы просыпаемся. Точно так же мы в любой момент можем разорвать свою связь с материей, стоит лишь пробудить в себе сознание Кришны. Да, Кришна мой вечный господин, а я его слуга. Вот и все. Таков путь. Большое спасибо.